Изначально, в основном все жучков всегда вяжут из пенки листовой. Из листовой пены вырезают заготовку вот эта, которая потом делается спинкой. Намного лучше делать ее из таких вот столбиков, так называемых booby-ice, ее надо просто лезвием раскрыть вдоль, две половины, потом мы ее берем, эту половинку, так немножко перекручиваешь, мнешь, получается такая шейка, как песочные часы. Вот эта часть, она у нас будет вот здесь вот с краю, то есть мы пока что откладываем это все в сторону, берем нитку. Сейчас я возьму такую, какую-нибудь. А-а-а, ну где это? Задача закрепить, то есть это всегда, всегда, да, для начала. То есть составляем круг. Единственное, что может меняться, это место на крючке, на котором ты крепишь ее. Либо мы начинаем от колечка или серединки или с конца, то есть, но принцип крепежа не надо. И любая муха начинается с того, что закрепим нитку. Да, то есть нам нужно, нам нужно, то есть надо дальше мотать? Надо промотать все цевьё, да, и аж немножко уйти за загиб, где-то ну миллиметра на три. Плотно? Да, да. Плотненько и даже немножко сверху капнуть. Клеем. Вот, теперь берем вот эту заготовку и округлой частью вниз к крючку. Длинной частью от крючка. От крючка. Короткой частью на крючок. Короткой частью на крючок, вот как раз там, где у нас сейчас нитка, вот туда ложим вот это утончение. Да. И шо? Мы делаем три витка. Ну, я думаю, не три надо, а закрепим. Там тремя-четремя витками я его там фиксирую. Я по-другому фиксирую, да? Да, ну ты её зафиксируй, выдвинь, выставь, чтобы она стояла, а потом дальше пусть будет. Я там? Разумело? Затягивай, протягивай так, чтобы оно прям аж, прям аж продавило эту пенку, не бойся. Вот так вот должно получиться. Вот это вот это. То есть, почти это. Там нитка не тонкая, как-то не поедет. Сколько? Три опорота? Да. Три, четыре, пять там, ну тут на самом деле... Окей. Неважно. Так. Мы будем нажать ещё. Достойно. Есть? Да. Сейчас будем только привлекать фотографию. Чуть-чуть буквально. Куда? Прямо сюда вот где крепеж? На само цевьё, там где промотано. Отодвигай назад пену. Убирай. Отсюда. На обмотку. Теперь, теперь, вот эту заготовку короткую мы не частыми витками... Прикручивай. Вот смотри, как я делаю. Видишь? В два витка вперёд. Вот. А теперь, отсюда. Вот. Чтобы... Сильно не продавить. Вот. Чтобы... Сильно не продавить. Нет. Видишь? Оно... Оно не должно быть полностью продавлено. Ну, то есть, получается такой, типа, вот ананас. Ну, батончик. Так, спокойно. У тебя два витка всего ушло? Нет. Два туда. Два туда. Два обратно. Да. И всего два на это расстояние. Ну, у меня два. Можно три. Вот. Самое главное, сильно не сдавить эту пену. Потому что, вот, прикол вот этих жуков, в том, что в середине есть вот этот блок плавучести. Реально, вот этого жука можно целую рыбалку бросать с пейзабросами, не просушивать, и он будет плавать. Он не уданит. У тебя больше продавлено. Вот. И вернули нитку обратно. Да. Вот, к тому месту, откуда у нас пенка выходит. Теперь мы берем немножко спектродаббинга. А, спектродаббинга. А, спектродаббинга. Это у нас жук будет беззаленевый жук. Смотри, берешь нитку, оттягиваешь. Вот тоже. Ну, вот так вот оттянуло немножко нитку. И просто только двумя пальцами вот этот даббинг начинаешь в нее, как бы, втирать. Попробуй, там ничего сложного нет. И потом подтянуло все подверг. Все это поднимаем подверг. Да, подвигаем подверг, и вот на одном месте там оно в пару витков должно поместиться. Какой стороной? Тонкой. Тонкой? Да. Ты отщипываешь там полтора сантиметра снизу. Смотри, что сверху. Ну, с кончиков. Самый кончик они все равно отторваются. Вот эти пенушки этого паулина, они не слабенькие. На концах они очень подпосеченные. Поэтому просто вот... Дальше. Берем, складываем с ниткой. И начинаем вот эти вот перья, прядь этих перьев, накручивать на нитку. Для того, чтобы они не порвались, мы ниткой армируем вот эту петушку. Правильно? Да. Вот. Вот так вот. Для того, чтобы они не порвались. Ниткой оплетаем. Оплетаем. Оплетаем все перочки вокруг этой нитки. Только пробую не нитку вокруг перьев, а именно перья вокруг нитки. и оно тогда будет лучше ложиться. Сейчас и надо. Ну и хорошо так. Все. Накручиваем. Хорошо. И что потом делаем? Потом виток к витку заматываем всю эту пенку. Вот этой синелькой. То есть, делать пару оборотов, а потом продолжим. Ну, можно, да. Можно часть нам отдать, потом еще раз. Если вдруг не хотел. Всю пенку заматываем? Да. Нормально, нормально. Вперед. Не на месте. До упора, да? До конца пенки или дальше еще? Да. До конца пенки и спрыгнул с нее. Спрейнул и закрепился? Да. Мне вот не хватило, например, я сейчас еще один раз закреплю, еще раз промотаю. Ниткой выровняю ее такой, ну, сход плавный себе сделаешь. Сна. У меня ножницы экспроприировали. Вы delle маленькие. Слышишь? Я пришла. Глаза. Получая. șа. Молочный. Поймак. И облезать? Да. Лишечок. Чуть-чуть дальше, да? У пенки зайти. Нет, надо же белый такой. Нет, можно так, потом вернуть его назад в конус. Ну, что-что-что-что-что, выскочила, хорошо. Два из-ка туда, потом один вернулась, и получается, что ты закроешь это. Так, теперь вот в том месте. В том месте. Где у нас сейчас нитка, то есть от того места, где у нас сейчас нитка, до ушка должно остаться где-то миллиметра 3-4. Это так и есть, да? Сколько есть, столько есть. Вот. Теперь берем сверху вот эту пенку так, в натяжечку так, натягиваем. Угу. И вот двумя витками продавливаем мы ее в этом месте. Только не так, чтобы уж прям перерезать, но так, чтобы появился сегмент. Надо левую. Угу. Угу. Не, смотри, вот ты натянулась, ты на волокон. Левую. Угу. 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 Теперь смотри. Следующее действие. Мы берем, уложим вот этот индикатор на нитку и как бы сгибаем его вдвое. Следующим витком мы его вот так вот сверху затягиваем. Раз. И второй. И второй контрольный. Точка. Второй контрольный. Видишь, получается такой вот флажочек сверху. Что значит? Правило, вот эти все антроны, из которых делают такие точки видимости, они делаются из светопереломных разных материалов, которые видно зафиг знает сколько расстояния в любом практически освещении. Угу. То есть вот эту муху, ты ее будешь хорошо видеть в трех метрах от себя, в пяти метрах от себя. Возможно... Я же узнаю, мне же не дали. Я же... Затяни, затяни. Да? Два оборота. Вот. Есть. Делать второй оборот? Нет. Дальше мы берем лапки. Ты два сделал? Один. Один? Да сделай второй. Тебе я такого не дала? Не дали. Поклянчить надо. Что тебе? Лучить и лучить еще. Понимаешь, просто он зеленый. Не клюет, не клюет. Я ставил его на чай. Теперь лапки. Покажешь, как ставить лапки? И лишнем. Важно. Нужно взять, как? Нужно взять, как лапки. Вот так вот, да? Тык. Пожимаем. Угу. Аморищу. И второй этап. Тут резиновую. Второй этап. Чуть выше, она сама опустится, недависимая. Не переживай, один раз положила, за счёт веса катушки, ты сможешь, отпусти катушку. Всё, ты двумя руками берёшь под ноги. Можешь её вниз. По бокам должно быть где-то? Ну лапки с дочкой, да. Я вообще пока не понимаю, пузо это внизу? Пузо это внизу. Это рабочая нога? Да. Ещё воборот сделать? Да, это уже как с инсейстом. Да, можешь сделать. Самое главное не передавить, чтобы... Ну, чтобы не получилось, что у тебя лапки, вместо того, чтобы, знаешь, вот таким вот иксом быть по бокам, знаешь. Если сильно передавливаешь, они туда залазят, они вот так вот складываются. Ну, вот так вот, вполне меня устраивает, наверное. Всё. Теперь отводим всё это счастье назад, вместе с лапками, и переводим нитку вперёд. Вот это... Отводим назад, и вот это... Ну, смотри, вот так вот берёшь, вот так вот в жмене, вот это всё вместе с лапками, вместе с пеной, И просто нитку переводишь вот именно на вот этот передний остаток крючка, который вот остался до ушка. Ну, три оборота просто? Тебе буквально один-два зацепиться, чтобы у тебя нитка была там. Перевести нитку, это... Это просто сделать так, чтобы она была там. Угу. Поэтому там бывает даже одного хватает. Теперь я тебя ещё немножко помочу, нам надо опять накрутить даббинг. О, давай. Не помочь, а потренировать. Да, зафиксировать это всегда гораздо интереснее. Левой рукой мы всегда что-нибудь в правой крючке. Дальше. Ложим пенку, но лапки убираем, что-то так вот пальцами, чтобы они нам не мешали. Вот. И вот там, где видишь, нитка у нас висит, да? В этом месте. Делаем сегмент. Один раз, второй раз надавили, и третий раз. Вот у нас вот такой вот сегмент должен получиться. Он выходит за... Нет. Нет, возле крючка, возле этого конца. Перед ушком получается. Перед ушком. Я посмелил на тебе по кольцу. А у неё нет уже кольца. Там практически нет расстояния. Ну, прям вот перед кольцом. То есть, если ты придавишь даббинг, ничего страшного не будет. Всё, заканчивай? Да? Да. Пену вверх переводим на эту, на ушко. И финиш. Сейчас, Наталья, вам ещё предстоит сделать финишный узел. Да, в прошлый раз за неё, за меня тоже было. Раскистил платьки речи. Исполнили. Вот на столотушке. Николаев. Николаев. Отрезаем? Да, но не под корень. Так, немножко, получается, если вот тут ухо, да? Чтобы лапки там не засосало, главное в этом. А, то есть... Вот, чуть-чуть дальше ушко. Так вот, раз. Это первое движение. Второе движение, это вот этот флажок. Так, чуть-чуть делаем. Панируем. Так. Ну, это шо у нас. Всё хорошо. Значит, сегмента большого, маленького не получилось. Открылась в ней, конечно. У него здесь есть агентация. Значит, тут... Вышло что-то, да? Угу. Я буквально, две рыбы сразу, вот. Вторую, у меня трещу, слив, прямо напротив захода. Нет? Угу. То есть, вот. Я вот эту ничь, как-то было мало. Раз. Кстати. aluminum. Я был... Потому что – вот она очень, очень. В шоу. В шоу. Ах, кто-то. В шоу. Ну, alguém тоже. В коь-то. В шоу. В шоу. В шоу. Продолжение следует...